Городская станция, станция для пригородных и междугородных автобусных перевозок, это притча в языцах. Очень много людей жалуются на ее отсутствие и многие годы велась работа для того, чтобы забрать здание Центробанка, который гараж на пересечении улицы Ломоносова в этой части нашего города находится. Мы смогли добиться решения этого вопроса, но при детальном изучении выяснилось, что достаточно серьезная реконструкция требует. Цена вопроса сотни миллионов рублей, порядка 800 миллионов, если быть точным. Конечно, для бюджета эта сумма очень серьезная и вот благодаря федеральной поддержке по линии инфраструктурных бюджетных кредитов, это длинные деньги, практически дешевые, практически бесплатные, под 2% в течение 15 лет, они могут быть направлены на развитие инфраструктуры. До этого мы уже защищали заявки наши, связанные со строительством дороги на Зеленовские озерки, с модернизацией коммунальной инфраструктуры в городе. Вот сейчас четвертый объект у нас получил одобрение и 600 миллионов средств федерального бюджета через механизм инфраструктурных бюджетных кредитов будет направлено на строительство автостанции. Я очень надеюсь, что в этом году удастся завершить проектные работы и выкуп участков земельных, которые потребуются. И уже в следующем году основная стройка может быть завершена с тем, чтобы в 2024 году станция заработала. А планируете какое-то поручение впоследствии по поводу того, чтобы отрегулировать и сделать в связи с тем, что у нас появится автостанция, более эффективными городские автобусные маршруты, чтобы это был все-таки центр? Городскими маршрутами уже занимается администрация Петропавловска-Хамчатского. И в течение 2022 года должны быть обсчитаны все модели, оценена эффективность и нагрузка на отдельные городские маршруты. И предложена новая модель функционирования маршрутов, которая должна быть зафиксирована, начиная с 2023 года на следующий период. Здесь много вопросов есть, и мы будем, безусловно, их и с горожанами обсуждать, и с предприятиями, которые занимаются городскими перевозками автобусными. Потому что здесь всегда баланс требуется находить между удобством для горожан, и с точки зрения работы в позднем вечером или раннем утром, и с точки зрения доступности автобусных перевозок непосредственно рядом с домом. На другой чаше весов заполняемость автобусов, и как ее обратная сторона, высокий тариф. Потому что мы понимаем, что если большой автобус едет, перевозя двух, трех, четырех человек, то на себестоимость перевозок, а следовательно и на стоимость самой услуги, это сказывается очень серьезно. Вот этот баланс сейчас будет найден, исходя из него оптимизировано и состояние автобусного парка, ну и маршруты, которые будут обслуживаться для удобства горожан.